Всем привет! Добро пожаловать в Волокна Пару! Сегодня, видимо, такой переходный день от холода с дождем к настоящему летней погоде. Несмотря на то, что сейчас всего 10 градусов, но дождя сегодня не будет. Вообще так прохладно, конечно, и ветер очень сильный, но завтра уже каким-то образом будет 22 градуса, а послезавтра 28. Я не знаю, как это получится. На самом деле, как природа справится с этим указанием Гидромедцентра, не представляю, но вроде бы вот так должно получиться. Вот сейчас я нахожусь на Тверском бульваре. Сегодня я буду делать... Ну, мы вам рассказывали, что купили батак, и, наконец, у меня до него дошли руки. Вот сегодня я его буду... Вот такой, он какой-то страшный. Я его сегодня буду готовить. Ни разу в жизни не занималась приготовлением этого батата, и даже не представляю, какой он на вкус. Нашла достаточно простой рецепт в интернете. Ну, это сладкий картофель, но мне очень понравилось, что будет такое сочетание сладкого с острым, солёным. Я очень такие сочетания люблю. И готовлю я его на обед, а не как десерт, потому что его как десерт ещё, оказывается, можно готовить. Ну, и вычитала, что, оказывается, его достаточно сложно чистить. И ещё его нужно сразу же в холодную воду. Он чернеет быстрее даже нашего простого картофеля. Вот сейчас буду с ним бороться. В общем, ничего сложного в чистке этого овоща, фрукта или фрукта заморского не было. Почистился он нормально. Единственное, только, ну, неудобно держать в руке, потому что он очень большой. Получился он вот такой. Очень похож. Вот Аня говорит на тыкву, но по консистенции он такой больше на репку похож. Пока я положила его, не тыч-пачек. Похож на репку. Он лежит в холодной воде, потому что у меня духовка разогревается. Сейчас будем дальше что-то с ним делать. Нарезается батат клиньями вот такими. Всё складываю в миску, в которую я добавила масло оливковое, соевый соус, паприку, сладкий перец и я добавила кинзу. Там нужно было по рецепту орегано, но у меня не было орегано. Я добавила кориандр, молотую кинзу. Всё это перемешиваю сейчас. Ну, в смысле, там вот, чтобы весь этот батат пропитался вот этой смесью масла, там всего вообще. Ну, просто мне неудобно держать. Вот такой он стал, вымазанный весь вот в этой смеси. Мы попробовали его сырой. Он такой грубоватый. Конечно, наша тыква более мягкая, более нежная. Но вот он как-то, Аня говорит, и картошкой отдаёт. Я, правда, не почувствовала. И говорит, что это что-то среднее между тыквой, картошкой и морковкой. Ну, в общем, какая-то непонятная штука. Теперь всё это выкладывается на противень. Выкладывается на противень в один слой и ставится минут на 20 в духовку при температуре 230-260 градусов. Теперь готовлю соус. 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка. Ну, в рецепте было написано рисовый уксус. У меня рисового уксуса нет. Я виноградный орлеанский добавляю, белый натуральный. И 1 чайная ложка нужна масла кунжутного. У меня тоже его нет, поэтому я добавлю оливковое. Приготовился он реально очень быстро, за 20 минут. И стал такой прям мягкий-мягкий, вообще необыкновенно. Теперь его нужно посыпать солью по вкусу. И добавить, собственно говоря, самую важную деталь – это кунжут. Теперь всё это перемешивается. И получается уже готовое блюдо. Я ещё не пробовала, я почему-то с огоньком. С огоньком. С огоньком. Сейчас я попробую, это безумно красиво. Сейчас мы испытаем. На Ане. На Ане. Правильно. Если через 20 минут ничего не произойдёт, я тоже блюдо вошу. Знаете. Вот вообще на картошку не похоже. Ну, вкусно. Ммм, тогда надо обмакивать. Обмакиваю. Ой, точно. На тыкву похож. Вкусно. Короче, в нашей широте, может быть, его и не нужно. Почему? Ну, просто мы можем тыкву так делать. Это у них тыква, нет? Не, ну, он другой. У них есть тыква. У них есть тыква? У них разные тыквы есть. Он просто другой, он не такой, как тыква. Ну, ладно. Приятного аппетита. Привет. Я сегодня на фотосессии с Димой для Вечерней Москвы. И вот расскажи нам, зачем мы снимаемся. Фотосъёмка была посвящена Анюсе и её прекрасному питомцу. Мы делаем материал о активном гражданине. Вот поем у нас героем и являлась Анна. Вы знаете, мы очень много говорим о приложении «Активный гражданин» с мамой. И вот по счастливой случайности меня позвали. Ещё раз здравствуйте. Я уже здоровалась, но ещё раз поздороваюсь. От всей души. Мне кажется, надо рассказать вообще, почему я оказалась на съёмках. А ты расскажи-ка, расскажи-ка. Вчера. Как некая несправедливость в мире творится, особенно в московском правительстве. Вчера произошла... Сидим мы едим. Начнём с этого. Спокойно так. И мне звонят и говорят, что я оказалась... Я слышу приятный мужской бритун. Оказалась я самым активным гражданином в Центральном округе. У нас уже больше года в Москве проводится акция «Активный гражданин». Да, мы уже миллион раз расскажем. Ещё раз расскажем, кто не слышал. И в чём она заключается? Московское правительство задаёт вопрос, как в ЕГЭ. Если вы правильно ответили. Если вы угадаете, к чему клонит московское правительство «Активный гражданин». То есть у нас есть приложение «Активный гражданин». На самом деле проходят соцопросы. Что бы вы хотели... И мы там отвечаем на вопросы. Да, и... За это даются баллы. За это даются баллы. У меня 2706 баллов. И представляете, у неё 1600 чем-то. Ей звонят и говорят, что вы активный гражданин, дайте нам интервью. Вы спирали вот так вот, Дин. Да, да, да. Дайте нам интервью, и мы хотим с вами провести фотосессию. Потому что я активная, самая. Я вообще... Сначала у меня взяли интервью, там два вопроса задали. Да не два. Два вопроса. Да нет, ты отвечала, штук пять у тебя было там. В общем, потом сказали вам позвонит молодой человек, фотокорреспондент, который должен сделать с вами символ. Который тоже очень удивился. Он сказал, я тоже активный гражданин, но меня никуда не приходят. Он по телефону мне сразу сказал, нет, я тоже активный гражданин, но меня почему-то никуда не позвали. Я, наверное, не настолько активна. Я ему сегодня говорю, мама вот тоже интересуется, почему она такая активная, ее не позвали. Ну, в общем, меня... Там, наверное, разнарядка. Но она красивая. В общем, они не знают, как я выгляжу. Из нашего района. Там нет фотографий моей. В общем, меня позвали, я сфоткалась, мы сделали несколько прикольных фотографий. Ну, конечно, Баси везде пристраивается тоже. Баси была самой звездулькой. Я просто по сравнению с Басей. Баси, да. Если, ну, это все выйдет не в Москве... Как это называется? Не в вечерней Москве. Есть по районам газеты. А выйдет в окружной. Наша называется Москва-центр. В окружной газете, скорее всего. И если мне пришлют фотографию, это, ну, газеты... Нет, два этой фотографии с фотосессии все равно пришлют. Да, все равно пришлют, но я их буду где-то размещать. Но газету я вам покажу. Ну, это такая местечковая, получается, местечковая газета. Аня, самый центр. Если в Кремле издают газету, это тоже местечковая. Да, и уже не сечет. Вот, так что вот. Так что, Анька, ну, сейчас ты показываешь или уже раньше показала? Я уже показала, все уже видели, конечно. Уже раньше показала, уже все видели. Вот, и следующий вопрос. Немало важный, я считаю, даже важнее, чем то, что мы сейчас рассказывали. Это помада. Действительно. Действительно. У меня тоже приготовлено. Сейчас, секундочку. Сначала спросили, какая у меня была помада в ТОП-3 ЛАВ-Хейт. В общем, про истребители там было видео, и у меня там была помада. Это помада... Ты же однорукий бальзит. Да, активный гражданин. Вот такая помада. Красная. Она очень красивая. И что удивительно... Ну вот на камере она, получается, светлее выглядит, чем на самом деле. Она такая, очень такая сексуальная. Но, что удивило меня, эта помада очень хорошо ложится и очень хорошо держится. А номер-то скажи. Номер я не скажу. Не скажешь? Жадина. Называется The Red. Просто называется The Red. Просто красная, вот красная такая, номера просто тут нет. Как бы вот. А сейчас у меня помада с теми же самыми карандашами, что и вчера. Помада... Смотрится по-другому. L'Oreal Chiqui Magento 07. Но её сейчас уже не достать, поэтому я просто вам её покажу. Её уже нет, я её сама в прошлый раз... Она, видите, какая яркая во флаконе? Сочень красивая. А и так она полупрозрачная, очень мило получается. Вот. Светлая слева. А у меня сегодня карандаш Reflame Giordani Gold. Аня сейчас нам скажет, какой там номер у нас. Я не активный гражданин, поэтому я сама ничего не могу. Pink! Pink! А номер? 31 384. Вот. А губная помада... Это моей любимой Rimmel. Да. Такая она. Уже заканчивается. Она у меня заканчивается, но у меня есть уже запас. Запас есть. Люблю эту помаду очень. И номер 130. Я про неё очень часто рассказываю. Да. Прекрасная помада. Всё время болтает, но болтает по ней. Чего ты всё время болтает, болтает? Вот. Вот так вот? Ну и про батат ещё расскажем. Так про батат мы уже показали. Ну, свои уже теперь окончательные впечатления. Не картошка эта, не картошка. В общем, непонятно. Вы знаете, съела совсем немножко, как будто объелась, как будто живот надулся. Что-то я сегодня вообще очень мало поеду из этого батата. Ну, какой-то он неприкольный. Я вот маме говорю, мама сделала рецепт с соевым соусом. Что-то мне не катит вообще этот соевый соус. Я подумала, хотя уже я подумала, что и с кетчупом будет, не фонтан. Очень специфическая вещь. Да. Ну, привыкнуть мне не надо. Не картошка. Не тыква. Просто... Угадай загадку. Понимаете как? Может быть, люди, которые не любят картошку, им подойдёт. Я очень люблю картошку. Поэтому... Когда она была маленькая, моя мама до ней ржала. Она ела картошку вообще без ничего. Без сметаны, без масла, без... я не знаю. Ну, вообще без ничего. И ела она картошку варёную. Как пирожное. И как пирожное. Пирожное. Вот глядя на неё, любой бы захотел съесть картошку. Она с таким видом кусала. И так наслаждалась этой картошкой. И мы, когда первый раз поехали в Таиланд, тоже мама моя смеялась. А как вы там будете жить без картошки? Я говорю, ну ладно, 10 дней-то как-нибудь проживём. На пятый день мы уже метались по этому Таиланду. И искали картошку. Нашли в каком-то ресторане запечённую. И Анька там её ела. Я люблю картошку, да. Так что для тех, кто любит картошку, это, конечно, не картошка. Это батат. Это батат. Ну, в общем, интересный, конечно, как сказать опыт. Интересный. Вот 10 моих любимых гарниров, на самом деле, я... Ну... Вот если бы мне сказали, что вы выберете, картошку, там, вермишель или брокколи? Я бы выбрала картошку, вермишель или брокколи. Я бы выбрала и брокколи, да, но не батат, так что... Напишите, пожалуйста, если вы пробовали батат, какие у вас впечатления. Может быть, вы какие-то другие рецепты... Да. Ну, там полно рецептов, на самом деле. Просто я выбрала тот рецепт из тех ингредиентов, которые у меня были дома. Под рукой, да. Чтобы уж больше кроме батат ничего не покупать. Так что напишите, пожалуйста, как ваши впечатления. Будет очень интересно. Угу. Угу. Ну, и наши сегодня благодарности. Я сегодня благодарна за такой практически спонтанный... Хотела сказать... Не знаю, что хотела сказать. В общем, в склонение не попало. Какое склонение? Я благодарна за эту такую спонтанную фотосессию. И на самом деле приятное времяпрепровождение с новым знакомым. Было очень весело. А я за что благодарна? Я за что-то благодарна. Я благодарна за то, что надеюсь, очень надеюсь, завтра уже будет тепло. Да! У нас уже, знаете, даже в квартире так холодно стало. Собака вообще из-под одеяла не вылезает. Да. Так что вот очень хочу тепла. И надеюсь, что... Оно будет. Гидромедцентр нас не подведет. Гидромедцентр. Вот. И мы вас обнимаем крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok